И понятно, что, оборачиваясь к ней и слушая все это, ему хотелось еще и посмотреть, что происходит на льду и вообще само действие. Я же ничего не просил ни для спорта, ни для себя лично. И рассказывал больше, кто сидит здесь, кто представленный, какие достижения, какие шансы у нас на этом ближайшем чемпионате мира, какие шансы у нас на ближайшую Олимпиаду. Был очень такой забавный момент, когда катались девочки из точных линий. Это синхронное катание, когда вот в ряд более 20 человек у нас сейчас развивается этот вид. Спорты это очень популярно, они были на открытии. И я сказал Владимиру Владимировичу, что очень забавно, получается, если не дай бог, кто-нибудь из них одна ошибается, они могут как дымену в пасть. И это очень развеселило, но, слава богу, никто не упал, несмотря на то, что все знали, что президент смотрит. Вот в такой вот непринужденной беседе, ни о чем конкретном, но, видимо, это как-то немножко снимало некий официоз. Большая часть звезд, которых вы пригласили в проект, не только большие знаменитости, но и прославились своим тяжелым характером. На то они и звезды, на то они и люди, которые оказались по ту сторону экрана. Но Волочкова у вас ходит как паинька просто. Я вообще считаю, что мне удалось и удается пока находить общий язык практически с каждым. И это не голословное утверждение, потому что, вы понимаете, проект, он состоит из нескольких этапов. Первый этап – это уговорить всех участвовать в нем, потому что это не на одну передачу прийти. Это надо отдать полгода своей жизни. Вторая часть проекта – это первый этап, в нем все хотят быть первыми, все чемпионы. И каждому мы даем этот шанс быть. В середине проекта уже становится понятно, кто в некой лидирующей группе, а кто в некой группе отстающих. И, конечно, у тех, кто отстающий еще, они же звезды, они люди, привыкшие побеждать, возникает желание тихонечко соскочить, уйти, придумать себе травму, сказать, что у них изменились планы безумные. И здесь, конечно, нужно иметь такой серьезный психологический подход, чтобы удержать всех в проекте, найти для них новую мотивацию, чтобы они шли вперед. И я вот с гордостью могу сказать, что за 4 года всех проектов у нас не было ни разу, чтобы кто-то действительно вышел из проекта, все доходили до конца. Но все-таки некоторым вы явно даете фору, потому что если вы ставите в партнеры Костомарова или Алексея Тихонова, это уже почти гарантированно первое-второе место. Я бы поспорил с вами, потому что в одном проекте Рома Костомаров выиграл с Чулпан Хаматовой, а уже на следующий год с другом и партнершей он занял лишь девятое место. Это с кем он танцевал? С Аленой Бабенко. А при этом Алена Бабенко на следующий год в проекте, где было лучше, с Алексеем Тихоновым, мы поменялись партнерами, заняла призовое место, став призером проекта, став на ступень пятистала почета. Так что, вы знаете, очень важно, чтобы пары сошлись. Вам удалось совершить много чудес? Одно из них – примирить хотя бы на время Плющенко и Ягудина? Да, это действительно такой очень судьбоносный момент, когда Женя был ведущим проекта «Звезды на льду», нашего первого проекта вместе с Ириной Слуцкой. А Леша Ягудин участвовал в нем, взвалил на себя, на мой взгляд, более тяжелую миссию, потому что, конечно, одиночнику кататься в паре вдвойне сложнее. Но он решился на это, и мы долго боялись, что каждый из них может отказаться от участия в проекте, только по причине, что я не буду пока он будет. Но их мудрость взяла верх, и я признателен очень и Женя Плющенко, и Илюша Ягудина, что они в какой-то момент подошли, пожали друг другу руки, и это было такое прям… Историческое. Историческое рукопожатие, потому что, ну действительно, какие бы новые чемпионы ни появлялись за последнее время, эра борьбы Ягудина и Плющенко, вот это восьмилетие, наверное, можно считать, конечно, самым золотым и самым зрелищным в истории фигурного катания. У вас очень хороший характер, потому что, когда я писал передачу с Алексеем Тихоновым, он говорил, что самое большое разочарование в его жизни, что он только многократный чемпион мира, но не олимпийский чемпион. Если сравнить тренера с дрессировщиком, а спортсмена с его подопечным, то ощущения все время, сейчас анализирую, я понимаю, как будто нас чем-то острым колят все время, и надо делать, и колят все время, ты должен быть олимпийским чемпионом, ты должен быть и с детства эти уколы. Поэтому, конечно, это может восприниматься несколько болезненно, но все-таки мне кажется, что Алексей, по большому счету, очень сильно себя реализовал, реализовал себя и бесспорно в проекте «Ледниковый период», и реализовал себя за его рамками, став действительно настоящим актером. И многие из фигуристов пытались это сделать, и я считаю, что только Алексею на данный момент, пока это удалось, удалось сделать действительно хорошую актерскую работу, вместе с Катей Стриженовой, они играют в спектакли. Вы не стали олимпийским чемпионом, но вы говорите, если бы я занял не второе место в Солклэй Сити, то не было бы моего успеха как организатора «Ледниковых ферверков». То, что мы недовыиграли, сыграло положительную роль лично в моей карьере, поскольку не было такого успокоения, не было такого момента, когда «ну теперь вынесите мне все, теперь я сделал все, что мог, теперь я жду, как это типично для спортсмена, когда он ждет, что выиграв все, теперь ему все должны». Вот эта позиция, которая мне в принципе непонятна, но зачастую спортсмены именно так иждивенчески настроены. Я выиграл, теперь страна мне должна всю жизнь содержать, люди всю жизнь должны обо мне помнить, бесспорно, уважение должно быть в стране, но все-таки ты должен и дальше развиваться, и дальше работать, и дальше доказывать, что ты действительно настоящая личная. Но сейчас для таких олимпийских чемпионов нашли замечательную площадку Госдума. Люди спорта, они становятся очень публичными, и каждый из нас привыкает, я говорю из нас, потому что я никак не ухаживаю в сторону, привыкает к повышенному вниманию к собственной персоне, а соответственно, хотелось бы оставаться в поле телекамер, в поле известности, в поле какой-то некой славы. Но здесь, конечно, тоже нельзя всех мерить под одну ребенку, потому что есть такие люди, как, например, Антон Сихрулидзе или наша известная конькобежка. Света Журова. Да, или Светлана Журова. Люди, которые с большой ответственностью отнеслись к тому, что они пришли в политику. Огни Большого Города. Огни Большого Города. Спектакль Огни Большого Города – это для меня новая ступень именно в развитии творческом. Я считаю, что такого спектакля, уровня ледового спектакля, ни у нас, ни за рубежом никогда не было. Мы приучили аудиторию зрителя к некому дивертисменту, когда выходит фигурист, катает свой номер, чемпион, все замечательно. А сейчас это несколько другое. Это уже, на мой взгляд, более высокая ступень и для актерского развития фигуристов, и бесспорно для меня, как режиссера, как человека, такого уже состоявшегося продюсера. И для меня очень важно еще то, что мы делаем абсолютно свою историю, нашу, российскую историю. Я очень надеюсь, что зритель поддержит именно нас и за это, поскольку, конечно, много сейчас очень продуктов, очень много проектов сейчас, которые привозятся с Запада, проектов, которые просто адаптируются, переводятся на русский язык и вперед. Но хотелось бы, чтобы мы могли что-то свое привозить на Запад. Илья, вы бы не стали фигуристом, если бы не героизм вашей мамы? Безусловно. Мама, конечно, сыграла огромную роль в моей жизни. А как мама относилась к тому, что тренеры говорили, что вы не перспективный? Она верила в меня всегда и говорила, что это вы просто ничего не понимаете. В каком возрасте вы рекомендуете отдавать детей на фигурное катание? Сейчас, конечно, все очень быстро, все очень рано. Поэтому, если вы придете и придете своего ребенка в 6 лет, вам скажут, что вы пришли уже поздно. Поэтому в 4 года уже можно ставить ребенка, чтобы он топов по льду, немножечко, потихонечку привыкал. И покупать ему коньки за 600 долларов? Ну, все зависит от благосостояния родителей. В данной ситуации, я считаю, что здесь не стоит гнаться за дорогими коньками, потому что быстро вырастет ножка. И это не так принципиально. Более, где-то после 10 лет уже, конечно, очень важно, на чем катается ваш ребенок. Успехов вам! Спасибо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова